Профессиональные водители готовятся отметить свой праздник. Каждое последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. Пока не наступили холода, водители решили отметить профессиональный праздник автобиатлоном. О том, как это было, расскажет Евгений Тайтонов. Мы находимся в местности Юсхатын, где проходит соревнование, посвященное ко дню работников автотранспорта. Сегодня в нем принимают участие 6 команд. Это Сахатрас, Нефтегаз, Государственная противопожарная служба, Якутский индустриальный педагогический колледж, Почта России, Служба автотранспортного обеспечения и Якутск Медтранс. И рядом со мной находится победитель прошлогоднего соревнования Валерия. Он уже 14 лет работает водителем скорой медицинской помощи. В этом году конкуренция больше. Уже 6 команд. Я понимаю, что команды готовились все. То есть не один там, кто в месяц, кто больше. Главное участие – показать, что на скорой помощи работают водители-профессионалы. От того, насколько быстро приедет машина скорой помощи, зависит жизнь человека. Безупречное знание правил дорожного движения, мастерство водителя в сложных дорожных ситуациях может стать ключевым. На этом этапе водители выезжают из гаража, показывают фигурное вождение задним и передним ходом, демонстрируют правильную парковку и замену колеса. Затем передают эстафету следующему члену команды. Время, показанное отдельными участниками, суммируется. Задача исправится нормально, но ничего сложного не было. Просто волнение. Самым ожидаемым этапом соревнований стал автоберком. Две команды стартуют на автомобилях одновременно. На первом огневом рубеже водители должны поразить пять мишеней с неограниченным количеством патронов. Затем отправляются на второй огневой рубеж. Второй стрелковый рубеж у нас дается семь патронов, также пять элементов мишени. Если поражают все элементы, значит без штрафного круга возвращается и паркует машину, прибегает, передают эстафету. Если же остаются непораженные элементы, столько штрафных кругов проезжает, но уже без стрельбы. Несмотря на холод, поддержка была жаркой. Из-за участников пришли поболеть коллеги, друзья и члены семьи. Далее шоферу сравнивали в столкании автомобиля и перетягивании каната. По итогам пяти этапов первое место заняла команда службы автотранспорта в обеспечении, второе место – скорая помощь и третьим стал коллектив ЯИПК. Евгений Кельтонов, Василий Слепцов, НГК Саха, Якутск.